На старт, внимание, школьники первых девятых классов могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Она проходит до 20 ноября на платформе учи.ру. Формат онлайн-состязания делает процесс обучения детей основам безопасного поведения на дорогах познавательным и ненавязчивым, а также вовлекает в него неограниченное число участников, не только детей, но и взрослых. При прохождении задания у ребенка есть возможность не просто ответить на вопросы, но понять, какое действие будет безопасным, даже если об этом нет четких указаний в правилах дорожного движения. Для прохождения задания необходимо зарегистрироваться на образовательной онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу Олимпиады. Перед тем, как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале напоминает, что сейчас идет всемирная неделя снижения потребления поваренной соли. Физиологическая норма потребления соли в день для взрослого человека составляет 5 граммов, это примерно одна чайная ложка. Столько соли нужно организму для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц. По данным Роспотребнадзора, многие жители нашей страны эту норму значительно превышают. Это одна из причин развития гипертонии, болезней сердца, проблем с почками и суставами. На базе Самарского машиностроительного колледжа состоялись соревнования по мини-футболу в рамках района и спартакиады среди студентов, обучающихся в учебных заведениях среднего профессионального образования Советского района. Победителями ИГР стали студенты Самарского машиностроительного колледжа, второе место заняли студенты Самарского филиала финансового университета при правительстве России, и третье место досталось ребятам из Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Золотухина, сообщает телеграм-канал администрации Советского района.